В библиотеке филиаля номер 23 оравы ребятишек из 113 школы. Они уже разобрали роли. Кто-то витамин А и знает, что по всем правилам содержится свежей рыбе, моркови, куриной печени, мясе, сливочном масле. А кто-то примерил роль витамина Д и готов вырабатываться по действиям солнечного света. А вот йод знает, что ему место в гречневой крупе, буряке и землянике. Мы были витаминами. Мне понравилось разгадывать загадки. Мне запомнилось, как мы разгадывали загадки и понравилось, как библиотека читала стихи. Детям рассказываем о пользе молока, молочных продуктов, о том, что надо употреблять в наше зимнее время различные витамины, чтобы чувствовать себя хорошо, весело и бодро. Молоко – первый продукт, который мы получаем от матери. Ему в рамках викторины уделили особое внимание. Ты любишь пить молоко? Да. Как часто пьешь? У бабушки пила и папа немножко давал. А к бабушке вы в деревню ездите и там молоко пьете? Да. Я люблю пайно и молоко. Стакан парного молока – это не только совет Мэри Поппинс, но и рецепт врачей. На 25% рацион современного человека должен состоять из молочной пищи, потому что именно этот продукт обогащен кальцием, магнием и калием. Детская забава была организована при поддержке известной в городе общественной организации «Интеллектуальный форум». Интеллектуальный форум – это уже не первый раз он к нам приходит в гости и наших читателей. Немножко подстегивает для того, чтобы чаще посещать библиотеку, читать и развиваться. Каждый из нас хочет, чтобы наш ребенок проявил себя в науке, в творчестве, в спорте. Но все это возможно при одном единственном условии – когда ваш ребенок здоров. И поэтому «Интеллектуальный форум» всегда поддерживает просветительские лекции, мероприятия, нацеленные на формирование культуры здорового образа жизни у детей. Поэтому и поэтому все получают молочные. Общественная организация «Интеллектуальный форум» уже не раз помогала проведению подобных воспитательно-образовательных конкурсов. Школьникам младших и средних классов с помощью театральных сценок и живого общения объяснили пользу гигиены, закаливания и воздушных процедур, то бишь пешеходного туризма. Обсуждали с юными почемучками и вопросы сбалансированного питания. Чем раньше они узнают, что улучшает пищеварение и уменьшает уровень холестерина в крови, тем лучше, уверены педагоги.